Это для нас в руках сотрудника ОМОНа болгарка, для силовиков же это своего рода ключ от всех дверей. По оперативной информации в этом гараже находится склад контрафактной продукции. Полицейские не ошиблись, буквально снизу доверху помещение забито коробками с сигаретами. Это не единственное место в Бийске, где сотрудники правоохранительных органов нашли контрафактные сигареты. В общей сложности из незаконного оборота было изъято почти 9 тысяч блоков. Объемы колоссальные. По одной из версий, вся эта нелегальная продукция была доставлена в Наукоград из Белоруссии и Казахстана. Предприниматели наладили рынок сбыта. Не исключено, что сигареты они продавали в мелкие торговые точки, как в Наукограде, так и на территории всего Алтайского края. В общем, бизнес приносил вполне солидные дивиденды. Смотри, раз, два, три, четыре коробки. А здесь, в гараже, расположенном на территории частного жилого дома, хранили алкогольную продукцию. В ходе обыска удалось изъять сотни литров нелегального спиртного. Алкогольная продукция производства якобы республики Казахстан. Подпольный склад с алкоголем сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального управления МВД России Бейская выявили в ходе оперативных мероприятий. Сам хозяин заявил, что спиртное не продает, а все эти запасы сделал исключительно для себя. В этот день бейские полицейские при силовой поддержке сотрудников ОМОНа провели обыски в квартирах и гаражах подозреваемых. Ориентировочно оперативникам удалось изъять из оборота контрафактной продукции на несколько миллионов рублей. Все изъятое направлено на экспертизу. В результате пророчной закупки был задокументирован факт реализации алкогольной продукции с признаками педрофактности использования отдельной акцессной марки. В настоящее время воздушные уголовные дела проводятся в исках, в месту жительства, в гаражах и складах, где хранится алкогольная продукция. Полиции уже возбудили несколько уголовных дел. В совершении преступлений подозреваются шесть человек. Расследование продолжается. Участникам преступной группы грозит реальный срок лишения свободы. Евгений Плохотин при содействии пресс-службы бийской полиции. Да я оружие продал, елки-палки, вы что?